Приветствую вас, Антонина. Вы знаете, я хотел бы задать вам такой встречный немножко вопрос. О чем вы жалеете? О чем конкретно вы жалеете? Вы говорите, что не смогли принять тот факт, что мужчина признается в нелюбви, но при этом заявил готовность продолжать быть вместе с вами. Вы это принять не смогли. Ну, как бы, это позиция, ваша позиция, так или иначе. Смогли, не смогли принять, не соответствует это вашим ценностям. Ну, что значит, каков ваш выбор. Вот. Но... Что изменилось? Папа... О чем конкретно вы жалеете? Почему мужчина должен объявляться сам, как вы говорите? Если вы ему, ну, достаточно чёрко, получается, дали понять, что не принимаете его позиции. Не принимайте его к вам отношения. Что ценности ваши, но они, они другие, в некотором смысле. И я вот, честно говоря, да, не очень понимаю здесь вам. О чем конкретно вы жалеете? У меня есть такое подозрение. У меня есть такое подозрение. Что вы чувствуете, что потеряли что-то. Ну, вот, с уходом человека из вашей жизни. Это, на самом деле, такой достаточно важный момент, если вы так, ну, если вы так чувствуете. Вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Но... Нужно, собственно, и... Исходя из этого, нужно уже... Исходя из этого, нужно уже действовать вам. вам. Такая вот история. То, что я могу вам ответить. Ну, исходя из вашего текста. Такая вот история. Пожалуй, всё на этом. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь, если решите непосредственно поработать с твоей проблемой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...